В эфире русский выпуск информационной передачи Амшипшара. И снова здравствуйте. И сегодня в выпуске. Первая партия вакцины спутник ВИВ в количестве 6000 доз доставлена в Абхазию. Общественная палата выступила с инициативой внести поправки в закон о запрете абортов. Специалисты Сухумского управления к электросетям продолжают выявлять абонентов незаконно подключенных трехфазным линиям. 6000 доз двухкомпонентной вакцины спутник ВИВ доставлены в Абхазию вечером 15 ноября. Препарат приобретен на средства республиканского бюджета. Когда начнется вакцинация спутником ВИИ? В репортаже с Алией Кварацхеви. Вакцинация – самый экономичный и эффективный метод защиты от инфекционных заболеваний. Про это не устают говорить врачи каждый день. На сегодняшний день в республике продолжается вакцинация однокомпонентной вакциной спутник Лайт. А с 17 ноября по всей республике стартует вакцинация спутником ВИИ. Благодаря переговорам президента республики Абхазии Аслан Гирюч Абжания вчера вечером доставлена первая партия вакцин в количестве 6000 доз спутник ВИИ. Есть договоренность о 30 тысячах доз вакцины спутник ВИИ. Все это было приобретено из средств республиканского бюджета. Прививка рекомендована всем жителям возрасте от 18 лет и старше. Она проводится в два этапа. Вторая доза вакцины вводится на 21 день после первой. Прививаться повторно раньше этого срока нельзя, но можно на 2-3 дня позже. Люди имеют возможность также записаться на местах, на пунктах вакцинации. И под них будет доставлена вакцина, так как вакцина имеет определенные условия морозильного хранения. Она не может быть разморожена несколько раз. Как только вакцина доставлена, она разморожена, введена нашему гражданину. Если эта хронология нарушится, пациент не придет, вакцина будет утилизирована. Все лечебные учреждения, которые занимаются вакцинацией, готовы. Следующая поставка вакцины спутник ВИИ зависит от темпа вакцинации, добавил министр. Мы уже ведем переговоры о следующей партии в количестве 6000 доз. Почему именно 6000 доз? Потому что условия морозильного хранения. Для того, чтобы эта вакцина непосредственно лежала в морозильниках. Объемы морозильников соответствуют 6000 доз. Уважаемые граждане, еще раз в очередной раз призываю вас вакцинироваться, так как вакцина – это спасение от этой коварной болезни COVID-19. Эффективность спутник ВИИ больше 97%. Поэтому желающих вакцинироваться российским препаратом в России и в других странах, куда доставлен спутник ВИИ, с каждым днем становится все больше. Сария Кварацхеля, Роберт Ломия, Абхазское телевидение. Специалисты Южного военного округа в мобильном госпитале, развернутом в Сухуми, приняли на лечение порядка 1600 человек, заболевших новой коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба Южного военного округа. В данный момент на лечении в стационаре находится более 90 человек. Выписано из госпиталя 470 пациентов. В мобильных лабораториях полевого госпиталя проведено порядка 8 тысяч различных исследований, в том числе свыше 3000 ПЦР-тестов, более 1000 обзорных рентгенограмм грудной клетки. Опергруппой МВД предотвращено покушение на сотрудников УВД по Гагарскому району. Как сообщает пресс-служба МВД 16 сентября, при задержании подозреваемых произошла перестрелка между сотрудниками милиции и двумя жителями поселка Бзыпта Гагарского района. В результате один из подозреваемых, Амир Кети, 1999 года рождения, получил смертельное ранение. Доставлен в медучреждение и взят под охрану и другой подозреваемый, Омар Хагуш, 1998 года рождения, получивший ранение в область плеча. На месте происшествия работают специалисты криминалистического центра и саперы МЧС. Оружие, боеприпасы, а также стреляные гильзы изъяты и направлены на экспертизу. Утром 16 ноября вице-президент Бадра Гунба встретился с руководством администрации Гагарского района. Закон, запрещающий аборты, был принят в Абхазии в 2016 году. Он предусматривает уголовную ответственность за искусственное прерывание беременности. Общественная палата Абхазии выступила с инициативой внести в закон поправки. Репортаж Эсм Гуланзе. Законопроект о запрете абортов был принят несколько лет назад парламентом Абхазии. Тогда 26 депутатов проголосовали за и лишь двое против. Главным аргументом сторонников инициативы стал демографический фактор. В 2016 году закон подписал президент Абхазии. Затем он был внесен в Конституцию республики. Закон предусматривает уголовную ответственность за искусственное прерывание беременности. Исключения составляют лишь случаи внутриутробной гибели ребенка. При этом тяжелые патологии плода, несовместимые с жизнью, или угроза жизни матери не считаются показанием к аборту. Что и стало темой обсуждения в общественной палате. Это дискриминационный в отношении женщин закон приняли депутаты мужчины, не соизволив поинтересоваться мнением женщин, живущих в Абхазии. При этом они проигнорировали мнение врачей, которые настаивали на разрешении прерывания беременности по медицинским показаниям. Прошло почти пять лет после принятия этого глубокомысленного решения. И что же? Результат нулевой. Число новорожденных не увеличилось. Зато неприятности этот закон породил немало. Так недавно умерла женщина, которая срочно из-за угрозы ее жизни потребовалась прервать беременность. Но аборт наши врачи сделать побоялись, чтобы не оказаться на скамье подсудимых. И таких случаев, к огромному сожалению, у нас немало. По мнению Людмилы Лолуана, стал момент обратиться в парламент с требованием решить вопрос. Еще один инициатор обращения, Натейла Акаба, рассказала о необходимости внесения в закон поправок по медицинским и социальным показаниям. А также подчеркнула важность демографической политики. Наш народ и так маленький, а число новорожденных все время уменьшается. И надо, конечно, этим заняться. И поэтому, я думаю, что очень важно разработать демографическую политику в Абхазии. И принять такие социально-экономические меры, чтобы многодетные семьи получали от государства очень серьезную поддержку. То, что в России принято, материнский капитал. Вы же все знаете, когда рождается второй ребенок, третий, четвертый, все время государство платит этой семье какие-то такие, ну, может, не очень такие шикарные, но приличные деньги. А вот у нас, к сожалению, практически этого нет. Запреты не могут увеличить рождаемость, отмечалось на встрече. Об этом говорит и статистика. По данным Минздрава Абхазии, с января по сентябрь 2021 года в республике родилось тысяча детей. За аналогичный период 2020 года родилось 1113 детей. То есть, фактически, вот этот закон не увеличил рождаемость, понимаете? Вот поэтому, когда мы делаем такие вот эти выводы, то опять же этот вопрос становится на повестку дня. На встрече присутствовали представители медицинского сообщества Абхазии. В своей практике врачам приходится сталкиваться со случаями, когда беременность угрожает жизни женщины. У нас были, к сожалению, несколько печальных случаев, когда было отказано и женщины погибали. Или же, когда диагностирован грубый порог развития оплода, и женщины не могли выехать за пределы республики. Хорошо, если получается прервать эту беременность. А если нет, и женщина вынашивает 9 месяцев, и потом она появляется на свет больной ребенок или же нежизнеспособный, и он потом погибает. По словам врача Азамата Хиба, закон о запрете абортов инициирован движением пролайферов. По данным Википедии, пролайф означает общественное движение, нацеленное на запрет или ограничение абортов. Из этого изначально было понятно, что толку никакого не будет. Ни рождаемости, ни каких-то вещей, которые были нужны, ничего с этого не будет. Вот мы через 5 или 6 лет к этому-то и пришли. Этот закон надо будет отзывать вместе с этими депутатами. Вот и все. Конечно, когда ребенок, анализы проводятся, звуковое исследование и прочее, если видно, что патология, все это трагедия, это рождается инвалид. А причем это пролайферы, они вот, когда касается, вот речь уже о помощи детям, инвалидам, о реабилитации, вот их как бы вот сдувает. Согласно мировой медицинской практике, в критических ситуациях врачи в первую очередь борются за жизнь матери. Если закон об аборте так или иначе может привести к материнской смерти, это ЧП республиканского масштаба, заявил врач Баталкация. Если мы сами своими руками сделали так, что возникает ЧП республиканского масштаба, а мы можем просто молча смотреть и как бы сочувствовать потом родственникам, это неправильно. Вот, поэтому медицинские показания должны быть, нельзя, чтобы ситуация, которая сейчас сложилась, привела к материнской смертности, либо к суицидальным попыткам. О необходимости внесения поправок к закону высказалась и омбудсмена Сида Шакрыл. Она подчеркнула важность социального фактора. В семье, где много детей, мы все наблюдаем за тем, что эти дети, семьи, в принципе, они как бы брошены. Очень много работают всякие благодворительные организации, которые помогают этим семьям. Но там часто, ну мы же люди, там вопрос не только в том, чтобы это в первую очередь накормить семью, это самое важное, но воспитать надо, дать образование, отдать, этого всего нет в этих семьях. Члены общественной палаты решили продолжить обсуждение темы и в следующий раз пригласить депутатов парламента. Эсма Голанзе, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Аслан Бжаня встретился с президентом Академии наук Абхазии Зурабом Джапой, директором Института экономики и права Академии наук Зауром Шалаша. Как сообщает пресс-служба главы государства, обсуждался широкий круг актуальных вопросов в области экономики. Заслуженный деятель науки, академик российской академии образования Михаил Искендаров, награжден Орденом Ахцапша второй степени. По поручению президента Аслана Бжаня, награду ученому вручил чрезвычайный полномочный посол Абхазии в России Игорь Ахба. Награда была вручена на торжественном заседании к 70-летию профессора, которое прошло в финансовом университете при правительстве России. В Абхазии высоко ценят ваш личный вклад в дело подготовки квалифицированных кадров для нашей страны, отметил Игорь Ахба в поздравлении. В МИДе состоялась встреча замминистра иностранных дел Ираклия Тужба с сопредседателями международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье Тойва Кларам Джихан Султанаглу и Анникой Сёдер. Обсуждалась повестка дня 55-го раунда международных женевских дискуссий, который намечен с 7 по 8 декабря 2021 года. Мы сегодня готовы обсудить повестку дня предстоящего, вот уже 55-го по счёту раунда. Вы знаете, что для нас приоритетное значение сохраняет вопрос, связанный с необходимостью согласования документов о международных гарантиях, неприменение силы. И, к сожалению, за последние годы мы отмечаем, что этот ключевой вопрос предан забвению, и мы хотели бы актуализировать работу в этом направлении. Вы знаете, что абхазская делегация на женевских международных дискуссиях регулярно выступает с новыми предложениями по выходу из сложившегося кризиса, однако мы видим, что грузинская сторона не готова идти на принятие любых компромиссных решений. Ещё один важный вопрос, который вызывает наше самое серьёзное беспокойство, связан с продолжающимся процессом наращивания военного потенциала Грузии. Вы знаете, что в Грузии проходят на регулярной основе учения под эгидой НАТО. Кроме того, Грузия активно проводит модернизацию своих вооружённых сил при поддержке, прежде всего, Соединённых Штатов и других стран НАТО. Естественно, все эти процессы сказываются на вопросах безопасности как в регионе, так и в отношении нашей республики. Мы также внимательно наблюдали за тем обострением, которое относительно недавно происходило в акватории Чёрного моря. Вы знаете, что в Чёрное море вошли ряд американских боевых кораблей, которые проводили здесь манёвры вместе со своими партнёрами. Естественно, подобного рода инциденты нами внимательно отслеживаются, и мы на все эти инциденты будем реагировать. И мы считаем, что подобные действия Соединённых Штатов и других партнёров Грузии создают условия для дальнейшей эскалации напряжённости в нашем регионе. Подстанцию Бзыбь, которую восстанавливают в рамках инвест-программы, посетила делегация Министерства экономического развития России, сообщает Черноморэнерго. Российские специалисты изучили ход ремонтных работ. Делегацию сопровождал начальник управления капитального строительства Абхазии Тимураграба. Капитальный ремонт подстанции планируется завершить в конце 2022 года. Её максимальная нагрузка составит 250 мегаватт. Сотрудники Питсунского отдела милиции УВД по Гагарскому району проводят разыскные мероприятия по установлению места нахождения россиянина Дмитрия Ефремова, сообщает пресс-служба МВД. В ведомстве уточнили, что с заявлением об исчезновении Ефремова в отдел милиции Питсунды 2 ноября обратилась мать пропавшего. В настоящее время установлено, что гражданин Ефремов, находясь на отдыхе в республике Абхазия, временно проживал в селе Лахадзе, арендуя гостевой домик. И с 29 октября перестал выходить на связь. Сотрудники милиции обнаружили личные вещи Дмитрия Ефремова на берегу моря в селе Лахадзе. Одежда, обувь, банная, полотенце, паспорт на его имя, а также сотовый телефон. По месту временного проживания мужчины найдены личные вещи и денежные средства в размере 98 тысяч рублей. Все имущество передано заявительнице. Материал по данному факту передан в районную прокуратуру. Специалисты Сухумского управления электросетями продолжают выявлять абонентов незаконно подключенных к трехфазным линиям. Нарушители обесточивают и составляют акты. В один из таких рабочих рейдов вместе с сотрудниками СУЭСа отправилась и наша съемочная группа. Репортаж Дени Загерги. В частных домовладениях начали отключать трехфазные линии электропередачи, которые были незаконно подключены. Согласно предписаниям, работу проводят электрики СУЭС, РОП, Черномор и НРГ, чтобы обеспечить население качественной электроэнергии. Каждый второй сегодня потянул самовольно три фазы. Никакого учета нет. У нас сегодня потребление идет около 450 до 500 мегаватт в месяц. Два-два с половиной раза нагрузки выросли. Мы вынуждены обесточить потребителей трехфазного тока, которые самовольно подключаются. Акты по нарушениям составляют сотрудники Департамента Энергетического и Технического надзора Госкомитета по стандартам, Потребительскому и Техническому надзору. Они заранее проводят проверки и выявляют нарушителей. Если незаконно, то мы пишем предписание высшестоящее руководство Черномор-Энерго по сбыту, пишем предписание на отключение и проводим отключение совместно с Черномор-Энерго. Технические условия люди есть, которые получают, но это не разрешающие документы на подключение. Это условия, которые они должны выполнять. А разрешающие документы на подключение дает Энергонадзор. Прежде чем отключить лень, инспекторы СУЕС предупреждают собственников домовладения. Но, по словам сотрудников, откликаются единицы. За последние три дня было составлено 18 актов. Без этого мы не отключаем людей, предупреждаем. Даем им срок, там 10 дней, 15 дней, практически единицы, которые приходят к нам. На основании их акта я пишу предписание за номером такие, за самовольное подключение, что мы обестачиваем электричество две фазы. Фазу ноль оставляем абоненту, остальное мы отключаем. Это вынужденная мера. С каждым годом количество бытовых электроприборов в каждом доме увеличивается. Люди начинают подключать трехфазные линии без разрешения. А это приводит к тому, что падает напряжение в сети. Из-за этого некоторые районы остаются практически без света. Мало того, на подстанциях из-за больших нагрузок часто происходят аварии, сгорают трансформаторы. Трехфазных подключений по городу очень много. И, по словам директора СУЕС Тимура Джинджоля, тех, кто будет пытаться повторно подключиться, ждет административное взыскание. Материалы, собранные энергоназором, будут передаваться в правоохранительные органы. И уже там совсем другой будет исход этой ситуации. Для подключения к трехфазному электроснабжению, к нашим сетям, для этого абонент, гражданин, должен получить технические условия, разрешения, где будет прописываться мощность, которую он может использовать, как должен будем подключить к сетям. И чтобы это было не во вред нашему всему электротехническому оборудованию. Вы на сегодня знаете, из-за перегруза у нас произошло понижение напряжения в сети. Есть места, где напряжение у нас чуть ли не 120-130-140 вольт. Что, естественно, практически считается, что у людей нет этого напряжения. С наступлением холодов усугубляют и без того сложную ситуацию в энергосистеме страны. Незаконные подключения майнингов. Как говорит Тимур Джинджоли, очень много приборов по добыче криптовалют обнаруживают именно в частных домовладениях. Люди их маскируют, ставят шумоизоляцию. Это та нагрузка, которая постоянно в наших сетях. Если человек вечером пришел, включил печку, нагрел там чайник, не знаю, приготовил ужин, это кратковременная нагрузка. Это та нагрузка, которую еще наши сети все могут позволить. А постоянную нагрузку этих майнеров, вы представляете, если в каждом доме по 5-10 или 20 киловатт будет стабильной нагрузки, постоянной. Естественно, наши мощности и сети не выдержат эту нагрузку. Надо отключить, если они стоят. Если они не сделают это самовольно, придется это делать нам. Еженедельно глава столичной администрации Бесланыш проводит заседание предштаба, где обсуждается план действий по борьбе с незаконными подключениями к сети. Согласно плану проводятся рейды по выявлению нагрузок в электросетях. В случае возникновения конфликтных ситуаций привлекаются правоохранительные органы. Дениза Герки, Алексей Акухава, Абхазское телевидение. В завершении выпуска погоди. По сообщению гидрометцентра, в среду 17 ноября в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 4,9, днем 12-17 градусов тепла. Температура морской воды плюс 16 градусов. На этом информационный выпуск «Амшик Шара» подошел к концу. Всего хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин